Я попросился, чтобы Иосиф взял меня с собой. Сейчас сели, я сел, уже закрывает дверь. Сегодня 6 октября 2018 года, суббота. Вот едем по Потеряевке. Вот это первый дом, который построили в Самангеле. Патюшка построил. Вот, а это он как раз едут с Иосифом и Иосиф строил. Впереди самый огромный тополь, опасный. Не можем никак его свалить. А еще по этой не поехал, по той дороге хуже? Ну, мне жалко ее. А еще? Можно следить, у меня опыта нет, он сгруженный. Он может стащить меня. Продавливает. Ну да. Это старая, тут по дороге ездили. А рядом там вот это, говорили, щебель, как. Щебель на дороге лежит. И ворон бросает по сторонам. Это все пророчествовали-то. Вот дорога, нормальная дорога. Мелкий гравий, но побольше-маленький посыпали. А это вот контейнер Романа. Ее нету здесь сейчас. Это Саманный называется. А это вот не один, а Алексей приехал в машину. Это Виктора Савченко дом. Это Плотникова. Большую гаранду построил. Ну а это вот, барабаш с техникой. Фермер. Один. Было несколько. На комбайне кто? Терези? Да. Я с тобой поеду, ты меня не забудь. Да, да. Я сейчас... Я выйду сейчас, как меня высадишь. О, Иосиф вышел. Ося! Машина-то идет! Вот приехал Иеремия. Имена-то какие. Старший брат Терентий. Это Иосиф и Симов. Меньше невиданный урожай. Это вот стоит Иеремия. И склад уже весь почти забитый. Это пшеница. Меньше продается давно. И горох. А Игорь барабаш. Вот. Вот он Иосиф разгорнулся. Игорь. Игорь. Аминь. Ого. Продолжение следует... 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 Открой-ка, открой Я не знаю, что оно Я думаю, подъедет А мне это Именно он нужен Я с ним пройду круг Вот оно так Там впереди Андрея Шингоп Я с тобой поеду назад сразу Там впереди Там впереди Там впереди Вот это маленькие болотцы Березовый там он не был А там вот дальше, ребят, сталпы Сталпы такие простые Ты ждать будешь его? Будешь ждать его? Не понял Ждать будешь? Да, да Ну ладно Он весь круг объединит сюда, да? Ну, я не знаю, сколько там А что-то ему показывало-то Влажность или что? Да, влагомер Влагомер И сколько показала она? 15,9 Нормально? Нет, сырое Нет, сырое Там он дальше элеватор видать Даже не знаю, куда навести Даже не знаю, куда навести Я тут снял Он, говорю, овес Там Овес косил Волки Складывал Не их оказался-то А я думал Это наняли Это не им принадлежит И, говорит, и не овес Совсем А гречка Заросшее поле Овсюгом Ох Я этот ролик убрал сегодня Да не наш человек-то Я долго шел по полю Долго-то И думаю Я засниму Как это все делается Как они в волки валят Вот так Вот здесь вот О, сколько Соломы А здесь соломы нету На поле Нисколько Он ее в удобрение гонит Ну, может быть, чуть-чуть Еще и поднимается Из земли Вот такая пыль идет Вот он идет Обошел круг Идет сюда Терентий Игорь Здесь барабас Вот какая пылища Ни кабины не видать Ничего А за рубежом Сейчас комбайны Горит такие У него там Микроклимат И ни одна пылинка Не попадает И все На экране у него Все видать Значит Какая скорость Какой урожай Какая влажность Вот какая пыль идет А сзади Соломы Дроби там Вот даже до нас Долетело Это плево называется Плево Вот он прошел Ну, здесь далеко от него Тут метров пятьдесят И однако Захватывается Я с ним не поехал А это вот за деревья За деревья Вот напротив Которые вот так Прямо если по полю Это уже Андрей Ашинвог Вот он Андрей Ашинвог Видимо, когда Одиноличная жизнь была Фамилия Андрей Ашин Их нету Там раскулачили всех Лучших тружеников Погубили Сталин говорил Десять миллионов Погибло их там На самом деле Двенадцать Сейчас Ну, проясняют так Как погибшие В отечественную войну В начале шести Окончились Двадцать восемь Тридцать миллионов Все добавляют И добавляют Узнают Домой пришел Через месяц Понер Куда его отнести А там Корчена дорога Мы по ней Бегали пешком А вот где Поле зеленое Там столбы Вот видно Это Высоковольтная Это Верхняя дорога Там не двенадцать Км А пятнадцать Продолжение следует Вот мы стоим Здесь Лест какой Шестое октября Что Деревья Деревья Растут Деревь не было Кустики были Маленькие Тут вода Как болотце Спрашивается А если лага Объясняют Мировым потопом Ноя То как А второе Вот здесь Болотце Как бы Болотце Маленькое А вот сейчас Хорошо видно Картина Вот Яма А дальше Низинка Промыта И уходит В лоб Все Переставь один Подвесом Это вот Андрей Ашинлок Вот тут Маленькие Болотце Было Это Редькинский Пруд Назывался Редькинский Пруд Тут я как раз Давал Интервью Когда снимали Кажется Фильм был Из-за того Сус-Потеряевки Что Сюда приезжали Мы Кризнецов Сейчас не знаю Какой-то фильм Был На той стороне Коршинские Там Видно Когда Схипало Сейчас не могу Сказать А вот здесь За колоберезой Катрожек Есть И отец Копал Колочек Чашкой Копал Прям Спустится Как он Одной рукой Вылазил Оттуда Непонятно Я стоял Рядом А мы На березы Лазили У меня брат Самуил был Аммоня Звали Я написал Моня Вырезал На березе Горку Это все Известно Тут Круг был Рыба Была И тут Еще Загрузился Пошли Да Обратно Мимо дома Я сейчас С поля Еду На склад Но Мимо дома Обратно Поеду Я сейчас На склад Еду С поля С поля С поля Да Уже Выезжаем Споля 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 Амто Андрея Шинбок Поворачивается Схит Начинается Здесь Еще Один Поворот Делает И Андрея Шинбок Главный Лог Боит втекать здесь была черная береза она даже двойная была все одинаково, корейская и черная береза как она попала сюда, неизвестно там что-то вещь была или что-то убирали вот так сколько воспоминаний здесь это все осенник и вот Кочинская дорога здесь была в объезд вот здесь вот она пересекала луг трудно было а на березе здесь Семен Чисков привязывал колодки пчелиные вот я вернулся все, пошел все, побыл все, можно идти? да, в баню можно идти никого не было еще? у вас свет горит а? свет горит у вас свет горит, ооо а что же мне делать-то теперь? а сейчас горит? нет все, благодарю пошел съездил, посмотрел свет на виде горит я вернулся слава Христу вот Ереме лопатая работа такой юноша в городе может сказать, что он выходные так проводит по субботу сегодня 6 октября приехал из города и работа пожалуйста вот как хлеб достается но это заряжать нельзя, наверное лопата-то хорошая у тебя все все я пришел маленько пораньше после бани этого зерного по линии ездить по травмам никак пока сыпать некуда было та машина на которой я ездил видно закончили но ну это что? сейчас мы узнаем, что борт высотой ну метр восемьдесят пять метр восемьдесят пять вот я тут подошел сейчас вот так вот так ну и дальше я гляжу куда идет абсолютно точно могу сказать я метр семьдесят два там ну метр восемьдесят борт это сколько можно булочек напечь вот между столбами крутят здесь задеть нельзя все рухнет господь милует господи помоги Игорю закончить все здесь он вынес тут стоял горох огромная-огромная кули не кули не знаю просто думаю куда же он горох-то дел а он вон где сантиметра сколько там у него полтон это есть наверное борс здесь вот сколько пшеницы вот разбирается подбирает вот вот я сейчас шагами замерю так раз два четыре пять шесть восемь девять девятнадцать двенадцать 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 метров двенадцать метров ширина двенадцать шесть и высота метр двадцать метр двадцать раз четыре восемнадцать метров длина 12 ширина мы только возвращаемся после богослужения а исааки опять был здесь это послушание несет такого тебе сколько лет исааки иреме по 15 лет ребята пожалуйста что значит деревня это прекрасно вот так вот